В России стартовала предвыборная кампания, ну правда 2030 года, и Путин уже работает с будущим электоратом. В России выборов не будет. Это не новость, а новость в том, что предвыборная кампания будет, а выборов нет. И не потому, что главного героя не смогут вытряхнуть из формочек, как вы, лед из морозилки, а все потому, что если все пойдет по плохому сценарию для Путина, если он будет проигрывать даже из морозильника, то найдут другой выход – переждать. Или отменить выборы и назначить коронацию, или ввести военное положение, или встретить революцию в зимнем опять. Давайте разберем эти варианты, но перед тем о самой предвыборной кампании. Запасной президент Дмитрий Медведев заказал, похоже, рекламный плакат, рекламный пост у одного из пророссийских пабликов. Они очень старались, и вот что вышло. Молодой, но прожорливый киевско-кишиневский р... быстро об... и обезжирит старушку Европу. Отличное начало, отличная реклама. Геннадий Зюганов, который чуть ли не единственный по возрасту проходит на выборы, написал книгу про пчеловодство. А чтобы сработать на молодых избирателей, написал в названии книги слово «Юный». Словарь юного пчеловода. К слову, по юной аудитории проходились все. Все двойники Путина. Наверное, чтобы успеть, как Дед Мороз или Санта, разнести всем подарки. Сколько двойников у президента Путина, да? Сейчас эксперты гадают, их три или четыре. И сейчас, кого мы сейчас видим каждый день, вот сегодня утром возлагали к Минину и Пазашскому, это вот третий или четвертый двойник? Это непонятно. Да? А Путин у нас один. Вот, кстати, секрет и разгадан. К слову, российские медиа акцентировали на том, что Путин один-единственный. Вот такими вот видео они пытались это доказать. Он на них якобы в начале дня в часах и снимает их к вечеру. Видимо, от усталости. Простите, перевод идет? Да, все нормально. То есть все элементы предвыборной кампании налицо. Скорее всего, нужно полное погружение в реальность, чтобы замеры были точнее. Ну, то есть нужно очень точно определить, будет ли кто-то вообще голосовать за Путина на самом деле. Или не время нынче для выборов в принципе. Итак, ввести военное положение и сделать так, чтобы выборы были не ко времени. С этим он справляется уже. Этот вариант готовится и прорабатывается. В Курской, Белгородской области, в оккупированном Крыму, в Москве, куда прилетали беспилотники и могут прилететь снова, если нужно. Если нужно, просто их достаточно пропустить, создать угрозу или сбить как-то криво. Ну, или просто как обычно. Или расставить на крышах известных зданий ПВО. Россия нужно держать в курсе о том, что идет война, иначе они будут голосовать как в мирное время. А если они будут все знать и помнить про войну, то может обойтись. Так получилось, я стал депутатом в некотором плане чудом. Я пришел, меня встретил лозунг, к Тверь мне там не верь. Тверь, помните, ветер северный. Все вот так, реально. Вот как побеждать. Все получилось благодаря милиции. Мы начали бороться с угонами. Собрались, поговорили, говорю, ребят, не подведете, не подведем. Не подвели. За короткий срок сотни автомобилей были изъяты с преступного оборота. Сам выдавал ключи. Победили. Астрафанки вводили. Решение не пускать на выборы определенные категории кандидатов провалилось в обществе. Люди начали что-то подозревать. Поэтому такую затею нужно исключить. Как и исключить неожиданности и черных лебедей, которые могут появиться, если вдруг Запад решит сыграть уже после официальной регистрации кандидатов. Допустим, выставить своего человека или купить чужого. Нужно или закрыть такую возможность, или таки провести хоть малое подобие кампании. Но если все пойдет плохо, военное положение. Кто знает, может открытая война и была затеяна именно потому, что был запасной вариант на случай потери рейтингов. Но вот самый ядерный вариант на случай потери рейтингов с секретным оружием Путина остаются люди. Мы, отряды Путина, просим Владимира Владимировича Путина баллотироваться на пост президента Российской Федерации в 2024 году. К чему тут лесгинка или что-то на нее похожее? Вопрос или к знатокам, или к психоаналитикам. А мы с вами будем следить за новостями. Подписывайтесь на мой канал. Название вы видите на экране и на канал 24-го, чтобы ничего не пропустить и берегите себя. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok